Как технически он четко отразил каменные стены, как выигрывал вот этот вот готический храм, а как все это скомпоновал, вот обратите внимание, по центру и вверху, как объединяющийся этот триптик. Это очень хорошее здесь, я хотел бы сказать одно, что у многих учеников этой школы техника, гравюры, сопоставимая с техникой, гравюры, ну, например, в Академии художеств на втором-третьем курсе. Известный минский библиофил и коллекционер графики с 50-летним стажем Олег Судленков на выставку в Брест приехал специально. Он высоко ценит работы своего друга Геннадия Вяля. В его восьмитысячной коллекции экслибрисов порядка ста графических работ нашего земляка. Да и работами учеников Геннадия Вяля, в которых художник смог вложить любовь ко форту, Олег Александрович искренне восхищается. Геннадия Вяля делает просто изумительную работу, что увлекает детей этим творчеством, и они делают гравюры. Это очень сложный вид искусства, буду прямо говорить. И увлечь детей этим, когда с одной стороны ты сначала царапаешь на доске или пластинке рисунок, а потом его можно напечатать, это просто впечатляет. Фантазии ученикам и педагогам Брестка детской художественной школы искусств имени Александра Олонцева не занимать. Разножанровость направлений, а также многообразие форм и техник исполнения позволяет создавать яркую и познавательную экспозицию на любую тему. Но все же особую любовь и трепет вызывает графика, которую здесь преподает Геннадий Вяль. Талантливый наставник сумел привить любовь ко форту не одному десятку молодых художников. И вот на суд зрителей представлена вторая выставка у Пошуков-Вытоков. Эта выстава, как выстава наставника и учня, я думаю, что и мне это интересно проглядеть то, о чем я занимался, ну и теперешним учням поглядеть на бывших моих выхованцев и не подтягнуться, может, за ними. Пейзажи древнего и современного города, исторические персонажи, знаковые места, черно-белые гравюры дают зрителю волю фантазии, не отвлекая от сути и восхищая точностью деталей. Целый месяц выставочные залы Музея спасенной ценности будут ознакомить зрителей с экспозицией, готовя брещанных гостей города к большому фестивалю графики, который пройдет в 2019 году в выставочном зале на Советске. Елена Шеван, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.